И вот там пишется, да, вы говорите про 30 дней, так, вот, сроки исполнения поручений, содержавшихся в решениях участковой комиссии, вот, письменных поручений, председатель определяет этими документами. Документ подлежит исполнению в течение... Вы задайте вопрос, зачем вы мне читаете? То есть это пишется про ваш... Вопрос задайте. Ваш конкретный документ... Мне не нужно повествование, задайте вопрос, пожалуйста, чтобы я на него ответил. Это 30 дней, это касается ваших... Еще раз конкретизируйте вопрос, в чем ваш вопрос, чтобы я мог на него ответить. Мы просим, чтобы вы нам немедленно дали... Немедленно ответ вам дать быть не может, по социальности приключения, что законы установлены на ир-срок. Это для вас? Но она же вам читает, женщина, вам читает закон, вы неправильно трактуете закон, неправильно. Вы не слушаете, потому что. Вы просите дать вам ответ. Вы задеваете и не слушаете. Верно. Верно, я вам отвечаю на ваш вопрос. То, что вам ответ сегодня быть предоставлен не может. Ответ будет предоставлен в установленном законном сроке. Срок какой у вас? В течение 30 дней вам будет предоставлен. Ну, тут написано, документ подлежит исполнению в течение 30 календарных дней со дня его регистрации, за исключением случаев, предусмотренных под разделом 6.5, настоящего раздела. Вот 6.5. Понимаете? Вот тут написано, что или в течение 5 дней, вот тут написано, но не позднее дня, предпочитающего дню голосования, или немедленно. Понимаете? Это не мы придумали, это ваши законы. Я повторю, задайте, пожалуйста, вопрос, на который мы можем ответить. Так вам уже задали, что вы не понимаете? Я ответил, вы не удовлетворили им ответ? Нет. К сожалению, нового ответа не будет. Так хорошо, ну вот это вот видео пойдет во все сети, потому что... Ответы на обращения нарушений избирательных, законодательных, поступивших в течение 30 календарных. Смотрите, статья закона нам это позволяет. Понимаете? Пункт 4, 52 статья Конституции РФ позволяет. Нет, тут написано, ответы на обращения... Вы же понимаете, что это касается интересов всего народа. ...законодательства, поступивших в участковую комиссию, в период избирательной кампании, кампании референдума. Должны быть даны в 5-дневный срок, но не позднее дня. ...по праву рождения. Давайте разберемся. Настоящий момент... ...смотрю, что один вопрос. Вы настоящий момент граждане Советского Союза. Верно? В настоящий момент, сейчас. У нас есть документы, ответ из МВД, что мы не выходили из гражданства Советского Союза. Я задаю вопрос. Вы настоящий момент, сейчас вы граждане Советского Союза. А почему вы перебиваете? Дайте договорить человеку. По праву рождения. Конечно, по праву рождения. Обращайтесь в орган избирательной системы Российской Федерации. А потому что вы оккупировали нашу территорию. Конечно. Используйте наши персональные данные. Да, нарушаете закон. Вы понимаете, что... И причем они... Закон нашего государства позволяет это делать. Российская Федерация, это не государство. Мы сейчас диск по поводу чего ведем? По поводу вашего обращения или по поводу того, что вы граждане Советского Союза. А это все связано, понимаете? Нам надо, чтобы наши комедии удалили из списка избирательных. Потому что мы... Вы действительно обратились, а обращение будет предоставлено. Так это уже выборы пройдут. И кто будет за нас голосовать? Вот именно. А мы каким образом... Я наблюдаю уже много выборов. Вы не услышите от меня то, что вы хотите услышать. Вот смотрите, мы наблюдаем уже длительное время, но выборные участки пустые, а голосование проходит 100%. Я повторюсь, я до этого вам сказал. Если вы не согласны, считаете, что нарушаются ваши законные права и интересы, вы вправе обратиться в органы прокуратуры или в суд? Естественно, будем обращаться. Ну, это понятно, что будем обращаться. Вы ответили, но нас не удовлетворил ваш ответ. Вы нас вводите в заблуждение. Вы... Вопрос задаю. Вы выходили из гражданства СССР? Я гражданин Российской Федерации. Вы выходили из гражданства СССР? Я гражданин Российской Федерации. Чтобы стать гражданином Российской Федерации, нужно выйти из государства. Так вы же понимаете, что вы гражданин Российской Федерации? Давайте начнем с того, что я вам в принципе не обязан это доказать. Почему это не обязан? Вы слуга народа, вы обязаны доказать нам это. На самом деле вы какую-то несуразицу в моем понимании говорите, ни больше, ни меньше. Значит, вы не знаете, вы водите, да, может, непроизвольно. Вот смотрите, вы говорите, что вы являетесь гражданином Российской Федерации, правильно? А что такое Российская Федерация? Это государство? Вы хотите, чтобы я сейчас устранил ваши пробелы в знаниях? Нет, я хочу, чтобы вы ответили на вопрос. Российская Федерация это государство? Безусловно. Безусловно. А чего оно делает на сайте? Давайте сократить нашу беседу, поймите. Вы сейчас обращаетесь по вопросу нарушения избирательного права. Так это все взаимосвязано. Я ответил о том, что мы вам ответ направим, правильно? Да. К чему разговоры про Российскую Федерацию, про гражданство мое? К чему вопрос вообще про меня? Да вы понимаете, что мы, граждане СССР, не имеем права вообще у вас голосовать в этой корпорации, Российская Федерация. Мы из вас не заставляем этого делать. Так оно все будет сфальсифицировано. Я вам сказал, вас никто не заставляет голосовать. На ваши физические обращения вы получите с ним. Так вас тоже обманывают. Вы этого, видимо, не понимаете. Сейчас вы просто напраснули на меня какую-то... Нет, почему напраснули на меня? Вы участвуете в этом. Я участвуете в этом процессе. Вы, может быть, непроизвольно, но вы участвуете в этом, понимаете? В рамках законы Российской Федерации об основных гражданах избирательного права. А что в вашем понимании, правда? Правда? Да. А документы, когда оформляют, почему первичные документы не соответствуют всеми, которые есть на самом деле? Какие первичные документы? Первичные свидетельства о рождении. А паспортные данные противоречат этому. Хорошо. А кто выдает паспорт? Уфмс. Почему вы просто сюда задаете? А мы им тоже задаем. Мы всем задаем. Представляете, вы тоже в этом участвуете. Мы им тоже в организации проведения выборов и голосований. Так они не законы. Мы, наша деятельность не связана с внесением паспортного права. А почему вы называете слово выбора, а оказывается, это референдум, это не выборы? Как это? Да, видите, уже говорят, это референдум. Где референдум? Да в Питере везде на всех заборах уже написаны и объявления висят, что это референдум. Ну, наверное, вы упустили. Да как же так вы могли упустить? На сайте. На сайте.